Всем привет дорогие друзья! Меня очень много раз просили сделать видео на эту тему и наконец-таки сегодня у меня дошли руки до этого. Тема сегодняшнего видеоролика является гироскоп. Сегодня я вам расскажу и помогу во всем этом разобраться. Если ты никогда не использовал гироскоп и не знаешь что это такое, тогда усаживайся поудобнее, после этого ролика твое осознание поменяется. Гироскоп в телефоне это специальный датчик, он предназначен для того, чтобы определять положение аппарата в пространстве. То есть от того, как вы будете крутить телефон, так и будет поворачиваться ваш экран в игре. Повернете влево и экран будет крутиться влево, повернете вправо, вправо и так далее. Теперь давайте с вами поймем для чего нужен гироскоп Call of Duty Mobile. В нашей с вами любимой игре сильной отдачи нет ни на одном оружии. Гироскоп нужен для того, чтобы вы могли доводиться до соперника и полностью контролировать ваше оружие. Чтобы вы не рассчитывали только на свои пальцы, а у вас добавок был запас гироскопа. Давайте представим ситуацию, когда на вас выходит противник, вы начинаете в него зажимать, но койти и резко появляется второй. Вам будет намного удобнее перенаправить прицел, просто повернув телефон и дальше продолжить свой зажим. Представляется меня, я являюсь один из немногих игроков, которые гироскопом научились делать абсолютно все. Я и контролирую отдачу, и довожу на соперника, и перевожу, и кручу камеры с помощью гироскопа. У меня, я без гироскопа играть вообще не могу. Чтобы вы понимали, гироскопом я навожусь, а пальцы использую именно для доводки. Так что сегодня мы рассмотрим вариант, который подойдет большинству из вас, а именно использование гироскопа в доводке и контроле отдачи. Для начала определимся, будете ли вы использовать фулл гира. Фулл гира это когда и в прицеле, и от бедра. Либо вы будете использовать только в прицеле. Тут вы должны сами для себя понять и решить, что вам лучше подойдет. Я долгое время не мог играть с гироскопом от бедра, но потом понял, что это необходимо, поэтому советую вам тоже играть фулл гира. Перед тем, как отправиться в бой и начать тренировать свой скилл, начнем с настроек чувствительности. Первое у нас чувствительность от третьего лица. Если вы никогда не играли с гироскопом, начните с маленьких цифр. 60-80. Не нужно сразу ставить 150-200 и крутить телефон как руль. Нет, это делать не обязательно. Ставьте 60-80, запускаетесь в бой, пару каточек играете, подстраиваете его под себя, там плюс 10, плюс 5, плюс 20, и вот так постепенно. Находите свою сенсу, которая вам удобна, и дальше играете, тренируетесь управлять гироскопом. С первым лицом то же самое. Чувствительность прицеля. Я советую ставить для начала от 35 до 40, потом уже подстраивать. То есть запускаетесь в бой, там постреляли в стену, постреляли в какого-нибудь там соперника, поняли, хватает ли вам, мало ли вам, много ли вам, и уже начинаете подстраивать. Опять же, главное не перекрутить, иначе вы просто потом не сможете нормально наводиться, и у вас постоянно будет трясти прицел. Максимум ставьте 70-80 прицеля, у меня стоит 75. 70-80 это оптимальная чувствительность прицеля. Дальше также подбираете для 3-4Х. Для снайперской винтовки советую ставить минимальные значения, чтобы просто доводить прицел. То есть вы пальцем навелись, и гироскопом чуть-чуть подправили, выставили. От 10 до 15. На счет 3-4Х. Тут все просто. 3-4Х в основном используется на снайперских винтовках, особенно сейчас популярным стала СКС. Поэтому здесь ставьте от 20 до 40, плюс-минус вот в таких вот значениях. Тут даже под себя настраивать не нужно. 4Х это у нас обычный прицел, который на полу есть, также он используется в Голд Арктике. Поэтому здесь советую ставить 20-25, вот так вот, больше вам не нужно просто. Вам будет это мешать. 3Х уже от 30 до 40, там сами покрутите, как вам удобно. И самое главное на снайперской винтовке, запомните, пальцем наводитесь, и потом уже чуть-чуть подправляете гироскоп. Не надо пытаться заходить прицел и крутить телефон наводиться, это очень неудобно. Даже я на снайперской винтовке навожусь пальцем, хотя, опять же таки говорю, вся моя наводка это гироскоп. Переходим к заключительной стадии нашего видео. Сейчас я вам расскажу, как нужно управлять гироскопом и какие тренировки нужно для этого проводить. Во время стрельбы не обязательно крутить телефон как руль и вообще не думайте о том, что вы играете с гироскопом. Старайтесь чуть-чуть наклонить телефон и просто позажимать стену. Проделайте это на протяжении нескольких минут, чтобы понять, как ведет себя оружие в той или иной момент. Постреляйте от бедра, попробуйте поуправлять только телефоном, убери палец, попробуй пострелять без пальца. Основная ваша задача понять, что гироскоп только чуть помогает вам улучшить вашу стрельбу. Он не будет стрелять за вас в точку, если вы будете крутить по кругу телефон как руль. Каждый день старайтесь играть паблик и привыкать к гироскопу. Не стесняйтесь останавливаться и зажимать в стену, пытайтесь даже на ботах переводить прицел гироскопа, не отжимая кнопку стрельбы. Вы также можете зайти в полигон в Си и позажимать там с гироскопом по мишеням. Позажимайте на дальние дистанции, на ближние дистанции, попробуйте гироскоп от бедра, от первого лица, это будет полезно. Это поможет вам быстрее к нему привыкнуть. На этом я буду заканчивать, я надеюсь у меня получилось донести до вас максимально просто и максимально быстро всю информацию о гироскопе, которую вы должны знать. И еще советую использовать гироскоп только на телефоне и не слушать всяких людей, которые только дерекламируют его своей игрой на айпаде. Спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайся на канал, прожимай лайк под этим видео, если тебе понравилось и пиши комментарий помог ли тебе мой рассказ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok